Всем привет! Меня зовут Виктор Воробьев, я студент администратуры и председатель студенческого совета Питерской вышки 2-го созыва. Как многие из вас знают, в ближайший понедельник, 25 апреля, пройдут выборы студенческого совета нового созыва, в которых я тоже участвую в качестве кандидата. Обычно кандидаты в студенческий совет обещают в своих предыдуваемых программах огромную кучу всего, и ничего из своих предыдуваемых обещаний потом не выполняют. Мы с коллегами решили поступить другим образом, поэтому мы идем на выборы команды, где мы еще на Бенингу договорились о том, кто за что отвечает, распределили обязанности для того, чтобы в случае нашего избрания наша работа была эффективной. Поэтому я хотел бы немножко рассказать о своей части работы, которой я планирую заниматься в случае избрания, а потом другие ребята расскажут о том, чем займутся им. Первое, чем я хотел бы заняться, связано с работой Большого студенческого совета НИУФШ. Как вы, наверное, знаете, с декабря 2015 года больше не существует студенческого совета Московского кампуса, зато есть Большой студенческий совет в Учке, куда входят представители от студенческих советов московских факультетов и от студенческих советов филеров. В этом Большом студенческом совете НИУФШ я возглавляю правовой комитет. И сейчас мы делаем большой проект по анализу всех положений, правил и регламентов Учки на соответствие действующему законодательству. Где-то закон устанавливает более существенные гарантии прав обучающихся, тут нужно просто привести в соответствие на наши локальные акты с законом и поправить их как-то где-то, где-то улучшить, чтобы нам всем джилось как-то приятнее. Эту работу я планирую завершить в ближайшие пару месяцев. Я думаю, что мы скоро должны увидеть результат. Мы будем добиваться того, чтобы права студентов здесь не были никак ученины. Второе, что я хочу сделать в новом созыве, это более плавная передача дела от второго созыва. Третье, я думаю, что поскольку я возглавлял сейчас студенческий совет, я смогу здесь как-то поспособствовать. И третье, не менее важное, это передача опыта. Я накопил достаточно большой опыт в студенческом самоуправлении, возглавлял региональное отделение Российского студенческого союза, был председателем студенческого совета ФИУФАК СПБГУ, входил в состав ученых советов. В общем, много всего. Очень хотелось бы этим опытом поделиться. У нас приходит в студенческий совет новые ребята, у которых какого-то такого существенного опыта в студенческом самоуправлении нет. Я думаю, что я смог бы им помочь сориентироваться. Я думаю, что это важная штука. Вот это то, чем мне хотелось бы заняться. А дальше ребята расскажут о том, чем хотели бы заняться в новом созыве студенческого советования. Спасибо. Привет. Меня зовут Александров Павел, и я избираюсь в студсовет НИУШСПБ от образовательной программы «История». Я считаю, что сейчас между студентами и администрацией нашего университета существует множество вопросов, которые необходимо решить. Именно ими мы и займемся. Я Сергея Мария, и я аплодируюсь от образовательной программы «Социология». В силу своей академической деятельности я не понаслышке знаю, насколько трудным и трудоемким бывает процесс подачи заявлений на travel grant для участия в научных конференциях. Я хочу простить этот процесс и свести бюрократику к минимуму за счет налаженной коммуникации между питерским и московским кампусами. Также ни для кого не секрет, что далеко не всегда преподавательский состав выстраивает свою деятельность согласно положениям, прописанным в учебных планах дисциплин. Я хочу, чтобы в дальнейшем преподаватели на самом деле выставляли оценки так, как прописано в их же учебных планах. Привет. Меня зовут Лена Крылова. Я учусь на втором курсе образовательной программы «История». В прошлом созыве я активно боролась за права студентов, этим забираюсь заниматься и сейчас. В частности, многие студенты не знают, что их ждет в будущем, потому что на сайт не выкладываются программы «Дисциплин». Сейчас я буду работать над тем, чтобы к концу моего срока все программы «Дисциплин» выкладывались вовремя. Всем привет. Я Петр Попов, кандидат в Ленинский Совет от факультета социологии. В первых двух созывах я занимался в основном освещением работы Ленинского Совета и планирую сделать то же самое и в третьем созыве. Об остальном позаботятся мои коллеги по полку. Привет. Меня зовут Шамиев Кирилл, и я студент образовательной программы «Политология». Я считаю, что университет должен прекрасно выполнять свою главную функцию – это образование. В связи с этим, я считаю, что нужно предоставлять преподавателям результаты оценивания качества преподавания «Дисциплин». Это поможет улучшить сам процесс образования.